Привет, друг! Помнишь нас? Мы коровы из червяка Джима. И сегодня мы решили заглянуть на огонёк к иному, чтобы вспомнить, как это было. Это было... охуенно! Привет-привет, друзья! Спасибо коллегам за вступительное слово. Решил немного подностальгировать с вами о былых временах. О тех временах, когда взрослые дяди выкладывали картриджи на капоты своих машин. О тех временах, когда на 10 тысяч рублей можно было купить только пачку Мальборо и Дерол с ксилитом и карпамидом, или как их там. И, наконец, о тех временах, когда игры делались людьми для людей. Добро пожаловать назад в прошлое. Когда на прилавках впервые появилась приставка Дэнди, то многие из нас начали своё знакомство с ней с игры Battle City, которую мы любовно называли Танчики. Суть игры была до безобразия проста. На протяжении определённого времени вам необходимо удерживать свой герб от уничтожения вражескими танками. Если промажете по танку, то разрушите структуру, мешающую им передвигаться к вашему гербу. Кайф игры заключался в том, что играть можно было вдвоём. Я думаю, что вы провели не один бой со своим лучшим другом за гусеницами этого простого шедевра. Второй игрой, которая пришла мне на память, стала Battletoads, или Боевые жабы. Сюжет, которым написал Гай Миллер. Две антропоморфные жабы Рэш и Зиц должны спасти своих друзей. Жабу Пимпла и принцессу Анжелику, оттёмной королевой правящей планеты Рагнарог. В этом им помогает профессор Тип Бёрд на своём космическом корабле под названием Гриф. Я думаю, ещё свежа память о батском турбо-тоннеле, от прохождения которого пригорало у многих. Не будем забывать, что игру можно было проходить вдвоём. Казалось, это должно облегчить игру, но временами только усложняло. Поскольку в полу-битвы каждый из вас мог набить морду другому, и тогда приходилось всё начинать сначала. Вот они, зародыши хардкора и головастики для Dark Souls. Следующей нетленкой станет сам червяк Джим. Если вы не застали те времена, то не знаете о прародителе игрового юмора ничего. Сюжет повествует о простом, жалком червяке Джиме, который всю жизнь занимался тем, чем обычно занимаются червяки. Поедал гумус и спасался от ворон, пока на Землю не прилетел злой психоворон и не украл ультра-высокотехнологичный, неуничтожимый супер-космо-кибер-костюм. Это не моя выдумка, это его реальное название. Скафандр предназначался для злой королевы, пульсирующей, надутой, прогнившей, потной, гнойной, уродливой с лидней задницы, желающей завоевать галактику. В результате космического сражения скафандр упал из космоса прямо на беднягу Джима, после чего он стал большим и умным. Ну, для дождевого червя. Джим подслушал переговоры психоворона с королевой слезей задницей, о ее планах убить собственную сестру. Принцессу, как ее там... Я не забыл имя. Ее звали, как ее там. В результате Джим отправился сбросать принцессу, побеждая на своем пути множество врагов. Игра пестрила юмором, отличной музыкой и оригинальными этапами, чего стоил один Intenstinal Distress, где Джиму приходилось пробираться по желудочно-кишечному тракту, отбиваясь от рыб с пропеллерами и летающего в имени Карл. Важно отметить, что червяк Джим в некотором роде стал прародителем другой игры, Neverhood, которую в России часто называли «Не верь в худа». Дело в том, что и в той, и в другой игре все персонажи принадлежат Дугласу Тен Нейпу, калифорнийскому художнику комиксов и аниматору. Но если Джим был эксклюзивом для приставки Sega, то наш следующий герой навсегда стал представителем компании Nintendo. Встречайте в Donkey Kong Country! Игра в жанре платформера, разработанной компанией Rareware, эксклюзивно для игровой приставки Super Nintendo в 1994 году. Сюжет игры достаточно прост. Однажды утром Donkey Kong обнаруживает, что все его банановые запасы украдены. Ни медли, ни секунды он отправляется на поиски своих богатств. В пути ему помогает его семья – Диди, Крэнки, Кэнди и Фанки. Каждый из них чем-то допомогает нашему герою, кто даст нужный совет, кто поможет быстро переместиться по локациям, а кто и предоставит место для отдыха. В конце пути Donkey встретит большой пиратский галеон, где сразится с королем Рулом и возвратит все украденное. Разработка игры началась вскоре после того, как братья Тим и Крис Стемперы из студии Rare начали экспериментировать с графическими библиотеками Silicon Graphics, производя рендеринг реалистичных 3D спрайтов. Этими разработками заинтересовалась компания Nintendo, и уже через полтора года проект увидел свет. Конечно, я мог назвать еще с десяток роскошных проектов, но суть моего видео не в этом. Просто мне кажется, что в те времена, когда игровая индустрия только зарождалась, мы встречали большое количество талантливых людей, сделавших наше детство поистине разноцветным. Сложно забыть то чувство возможностей, которое посещало тебя по субботам, когда ты только вставал из своей постели. Это солнечное весеннее утро, где ты на цыпочках пробирался к телеку, чтобы не разбудить родителей, потихонечку вставлял картридж и играл. Без звука, но играл. Конечно, все мы выросли, и наше детство быстрым маунтом пронеслось по колонкам ХП наших родных и близких. Кого-то уже с нами нет, но пусть наша память о магии детства навсегда запечатается в картридже тех, кто с нами остался. С вами был Иной, поставил лайк и подписался на канал. Well done.